Комплексу ГТО 90 лет. Внедренный в 1931 году, комплекс готов к труду и обороне был долгие годы главным институтом увлечения населения занятий физкультурой. 7 лет назад комплекс возродили в новом формате. Насколько он отличается от прототипа и как много жителей Ноябрьска задействовано в этом движении, об этом нам расскажет главная судья Центра тестирования Ноябрьска Елена Коркина. Елена, здравствуйте. Добрый день. Когда внедряли комплекс первоочередной задачи, было все-таки как можно больше, чтобы людей занимались спортом. Скажите, смогли ли достичь этого результата? Конечно же, на примере Ноябрьска. Расскажите. Да, конечно, удалось. И этому есть подтверждение. По истечению 7 лет вручено более 7000 знаков и удостоверений в ФСК ГТО. Елена, скажите, насколько мне известно, Центр тестирования ГТО, он у нас находится на базе Центра комплекса «Зенит». А вот скажите, как давно он там был открыт и прям с 2014 года он функционирует там? Нет. С 2014 года это была апробация. И не во всех были пилотные проекты, не во всех регионах запустили. Потихонечку запускали по несколько регионов. И с 2017 года практически все субъекты Российской Федерации уже имели центр тестирования и приступали к тестированию. Наш муниципальный центр тестирования находится на территории спортивного комплекса «Зенит» по улице Держинского, 4. Также есть места тестирования. Места тестирования – это ЦСМ ФМР, по-другому СОК по улице Советской. Они принимают легкую атлетику. На стадионе они принимают бег длинную короткую дистанцию, скандинавскую ходьбу. Эта же судейская бригада потом выезжает на лыжную базу, принимает там бег по пресеченной местности, когда выпадает снег, бег на лыжах на разные дистанции, метание спортивного снаряда. Также у нас есть место тестирования «ФОКС». Они с этого года принято решение управлением по спорту, что они будут тоже принимать в полном объеме. Если раньше у них было поднимание туловища и рывок гири на 16 кг, то с этого года принято решение, что они все виды принимают. То есть это сделано для того, чтобы территориально разгрузить. И кому удобнее территориально идти в «ФОКС», они приходят в «ФОКС», также подают заявочку обязательно, чтобы их внесли в стартовые протоколы. То есть алгоритм у нас у всех один. Для того, чтобы протестироваться, необходимо при себе иметь полный пакет документов. В полный пакет входит заявка, индивидуальная или коллективная, медицинский допуск. Медицинский допуск можно получить в профосмотрах. Работает кабинет с 8 до 8. Обязательно согласие нужно заполнить. Весь этот пакет документов размещен у нас на сайте «МАУСОК ЗЕНИТ» во вкладочке «ВФСК ГТО». Вы можете с ним ознакомиться. Также там у нас размещен годовой план график. И все изменения, которые в течение года происходят, мы регулярно туда подкрепляем. Елена, еще про этапы внедрения комплекса мы поговорим чуть попозже, а также сколько всего видов спорта. Давайте сейчас вернемся к истории. Не секрет, что комплекс ГТО – это достижение советских времен. А вот скажите, насколько современный комплекс отличается от своего родоначальника? Вот сколько было видов спорта тогда и сейчас? На самом деле отличие незначительное. Когда президент подписал в 2014 году указ, самым главным отличием было добровольное тестирование. И по поводу ступеней. Там немного отличалось возрастной категории. С 10 лет могли сдавать и до 60 лет. Сейчас же комплекс ГТО в себя включает 11 ступеней. Начинается первая ступень с 6 лет и 11 ступень – это 70 лет и старше. Это сделано для того, чтобы как можно больше людей вовлечь в занятия спортом и физкультурой? Да, безусловно. Это для этого сделано, потому что дети, у нас есть целый блок, разработанный для дошкалят. В этом году, в феврале, мы протестировали детские сады. Мы им вывели специально день тестирования, пригласили. Для них это очень почетно. Они пришли, протестировались. Но на самом деле, это же целый комплекс ГТО. Поэтому мы у себя в центре тестирования принимаем ОФП. Но потом нужно помнить, что летом обязательно нужно вернуться и сдать легкую атлетику. Для маленьких ребят, для дошкалят, про кого мы сейчас говорим, у них смешанное передвижение. То есть это когда ребенок бежит и может переходить на ходьбу. Со второй ступени уже бег. Ну вот вы отметили, что комплекс ГТО, внедренный в 2014 году, первый этап у него был такой, пробационный. А вот скажите, сколько этапов уже пройдено? И по итогу вот этих этапов, что можно сказать? Я не знаю, какой процент населения примерно вовлечено в комплекс ГТО? В процентном соотношении не буду говорить, потому что год все-таки не закрыт. Итоги не подведены. Более точную цифру мы знаем, как правило, по выгрузке, которую нам предоставляет региональный наш представитель Салихарда. И это в первом квартале отчетного периода, получается. Следующего года. Следующего года, да. Вот 2020-й, вам было сложно во всех отношениях. Вы отмечали, что из того, что была пандемия, сроки были смещены. А вот в 2021-м все по плану у вас шло? В 2020-м году, да, из-за пандемии внесла свои корректировки. Нам пришлось перенести, не отменить, а перенести несколько мероприятий своих. Но к концу года все мероприятия были выполнены в полном объеме. А в 2021-м году все отработали согласно календарного план-графика. Все, да, по плану. Вот вы говорили, что дошколята впервые принимали в этом году участие в комплексе или нет? Нет, нет. То есть они уже традиционные. Они регулярно, традиционно принимают участие. Вот часто от родителей можно услышать, вот мой ребенок тоже хотел бы сдать нормы ГТО. Вот как это сделать, куда обращаться, куда идти? Конечно же, если есть какие-то вопросы, всегда нужно звонить в центр тестирования. 35-36-01, попросить специалистов ГТО, и они проконсультируют. А вообще всю информацию можно получить на нашем сайте во вкладке ВФСК ГТО, на котором, как я уже говорила, годовой план-график. Оттуда мы можем знать, где и когда будут проходить тестирования. На следующий год уже утвержден наш план-график и на сайте размещен. Также этот план-график при входе в спорткомплекс «Зенит» висит. Есть у нас карта самоконтроля, где размещены все ступени. Там же вы можете ознакомиться с план-графиком, с его изменениями. Мы все знаем, что комплекс норм ГТО в течение года сдается. Скажите, с какой периодичностью, с каким интервалом и вообще по скольки видам спорта? То есть зависимость от возраста, наверное, разное количество или все-таки для каждого возрастной группы? Конечно, возраст имеет значение, потому что чем старше человек, тем уже проще испытания, виды испытаний. И каждой возрастной ступени свои испытания. То есть комплекс ГТО состоит из обязательных видов испытаний и испытаний по выбору. Нужно следить за тем, вот легкая атлетика. Там есть бег, если короткая дистанция, есть альтернативные виды 30, 60 и 100 метров. То есть если ты не уложился во времени в 30 метров, можно сдать альтернативный вид 60 и улучшить свой результат. Также длинная дистанция бега. То, что касается уже ОФП, вот наклон, у наклона нет альтернативы. Если ты наклон выполнил на серебро, как бы ты ни старался, сколько бы ты испытаний по выбору не собирал себе, то уже не получится закрыться на золото, потому что программа считывает обязательные виды. То есть получается, вот если ты недоволен результатом в одном из видов, то есть у тебя есть шанс пересдать его, улучшить свой результат. То есть вот вы в пробег когда говорили. Не то, что в пробег. Если у него есть альтернативный, нужно внимательно смотреть на свои нормативы. Нормативы, с нормативами можно ознакомиться на официальном сайте ВФСК ГТО, есть вкладочка «Нормативы». Также у нас в центре тестирования мы для населения подготовили, разработали. И можем, когда мы выходим на тестирование, мы раздаем карты самоконтроля, в которых они могут увидеть свой результат и на какое время они должны уложиться. Исправить свой результат невозможно. Раньше когда-то действовал порядок, что можно улучшить свой результат, но сейчас можно его улучшить только через 45 дней. То есть вот таким образом, насколько я поняла, тебе надо сдать сбег, существует 30 метров и последующий дистанц, и ты должен уже, рассчитав свои силы, выбрать одну из них. Хотела внести поправочку, это очень важно. Улучшить результат свой можно только в том случае, через 45 дней, если ты не уложился совсем на знак, даже на бронзу не уложился. А если ты выполнил на серебро, а хочешь золото, к сожалению, нет. Только по истечению календарного года, когда период закроется, можно опять со следующего отчетного периода приступать и выполнять. Потому что период календарный. Раньше был для учащихся, это для школьников, как учебный период в сентябре начинался и по ноябрь, а у взрослого населения календарный. Но чтобы облегчить, некоторые не понимали, и чтобы облегчить, с 2019 года внесены поправки, и у всех сейчас отчетный период, он календарный. То есть, если ты приступаешь в январе, то до конца декабря ты должен уложиться. Конечно, не нужно тянуть до конца года, то, что касается, допустим, бега. Потому что в силу того, что мы являемся районом Крайнего Севера, и у нас нет крытых больших стадионов, мы ограничены во времени в сдаче легкой атлетики. Поэтому очень внимательно нужно смотреть, когда сдавать легкую атлетику. Как правило, она начинается в начале июня, и все лето ССМ ФМР со своей судейской бригадой выезжают, принимают, обрабатывают, и потом свои протоколы отправляют в центр тестирования, и в центре тестирования мы их загружаем в систему АИС. Елена, давайте возьмем какую-нибудь одну возрастную группу, и на ее примере покажем, сколько видов спорта, какие испытания они должны пройти. Давайте возьмем школьников старшего возраста. Ну, выпускников. Это актуально, потому что для выпускников... Вот вы спрашивали, чем отличается, да, в советское время и сейчас ГТО. Сейчас у абитуриентов, у поступающих... Есть преимущества. Да, есть преимущества. Они обладатели золотых знаков и удостоверения в ГТО, им добавляется от 2 до 10 баллов на усмотрение образовательного учреждения. То есть, ну, как бы много это при поступлении, да, существенно. Поэтому очень актуальна сдача норм ГТО и очень внимательно мы просим учителей физкультуры, чтобы они отнеслись именно к данной категории, то есть к выпускникам. Вы спрашивали по поводу количества, да? Да. У выпускников 4 обязательных норматива. Это короткая дистанция бега, длинная дистанция бега. Потом на выбор отжимания, поднимания туловища или подтягивания. И наклон. Вот 4 обязательных вида, которые он должен уложиться в золото, да? Ну, мы ориентируемся сейчас на золото. И у них 9 нормативов на золото. То есть, там еще плавание, стрельба, лыжи. Там предостаточно, чего можно сдать и добрать 9 нормативов. Добираешь, вот 4 золота у тебя есть, ты добираешь еще 5, и вот тебе золото. То, что касается пятой ступени, это учащиеся. Если, допустим, ступень 10, ну, это люди уже пожилого возраста, да? У них, соответственно, будет и меньше нормативов. То есть, обязательных тоже уже будет меньше. Это уже не бег, там, а скандинавская ходьба, к примеру. И их 3 обязательных, и 2 по выбору только ты добираешь. Всего, получается, нужно сдать 5 испытаний, чтобы уложиться на знак. А вот скажите, пройдя каждое испытание, уже становятся известны результаты? Или это в совокупности как-то поквартально выводится в общий итог? Нет. Вот прошло тестирование, мы обрабатываем эти результаты. И практически на следующий день все результаты видны. Конечно, программа несовершенна, и в ней есть немножко, вот буквально сегодня мы столкнулись, она не показывает результат. Как будто в личных кабинетах пусто. Некоторые люди запаниковали, начали звонить. Мы вот сдавали, а в личном кабинете пусто. Мы их успокаиваем, говорим, что разработчик вносит корректировки. К концу года обычно так бывает, потому что многие хотят все успеть, заливают много протокола. В связи с этим бывают взбои. А вообще, когда прошел день тестирования, обработали протоколы, и практически на следующий день, ну, край, через день они уже будут на сайте отображены. Точно так же и легкую атлетику. ЦСМ, ФМР, когда обработали, они же в стартовые протоколы вносят результаты. Обработали, направляют нам, и мы все подгружаем. Елена, вы отметили, что подведение итогов и вообще результаты будут известны только в следующем году, в январе. А вот по опыту прошлых лет, много ли среди ноябрьских горожан золота? Много, много. Вообще, их в первом квартале придет более двух тысяч знаков. Все ждут. Мы, конечно, максимально будем стараться обзвонить и всех пригласить. Будем стараться провести торжественные награждения, если, конечно, не внесет пандемия своей корректировки. Мы стараемся приурочить торжественные награждения к дням тестирования, отмечать отдельную категорию. Вот у нас есть в планах, мы разговаривали с вами по поводу дошкалят. Их также собрать отдельно, отдельно вручить им их знаки. Поэтому работаем над тем, чтобы подготовить большое количество знаков для школ и торжественно вручить, приурочить к каким-то значимым датам и приурочить вручение знаков. Елена, спасибо вам большое за ваше интервью, за то, что нашли время прийти к нам сегодня в студию. Желаю вам хорошего завершения календарного года и, конечно же, побольше золота ноябрьцам. Спасибо. Спасибо.